Добрый, добрый, добрый день, друзья! Вас приветствует Игорь Заболотный, идеолог в Artscribe University, основатель презентационного агентства Artscribe. И, конечно же, сегодня среда, и в 9.00 мы начинаем открытый урок. И этот урок посвящен визуальным методам управления бизнесом. И самый главный инсайд этого урока, который вы почерпнете, как же при помощи маркера принимать решения в период изменений, быстрых изменений. Мы живем в период быстрых изменений, и, конечно же, все то, что вокруг нас происходит, COVID-19, карантины, пандемии, кризисы, это все изменения, они трансформируют нас, и того, кто умеет находить решения, делает сильнее, тот, кто не готов, он тонет в этом хаосе. Друзья мои, ровно в 9.00 мы стартуем урок. Сейчас пару минут уделим знакомству с вами. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если хороший звук, и поставьте два плюсика, если меня хорошо слышно и хорошо видно. Друзья мои, будем активны. Вы добавляетесь. Сейчас заодно буду понимать, насколько, насколько хорошо меня слышно, и насколько вообще актуальна для каждого из вас данная тема. Вижу, что вы появляетесь в эфире. Так, прошу вас, поставьте два плюсика, если меня хорошо слышно и видно. Поделитесь, пожалуйста, с друзьями этим эфиром. Эфир абсолютно бесплатный, и на этом эфире передаю фишки, которые мы внедряем в жизни Artscribe University, то есть то, что я передаю студентам нашим. Да, и, конечно же, я делюсь всеми фишками, которые связаны с нашими проектами, с нашими клиентами, партнерами. Как вы помните, в нашем портфолио топ-звезд. Ричард Брэнсон, Евгений Чваркин, Келл Норстром, Дэйв Аллен. Огромное количество звезд и, конечно же, компаний лидеров рынка, компаний инноваторов, такие как ГСК, Капарол, Метинвест, организации общественные ОБСЕ, ООН, Тедекс, Будафон. И, конечно же, мы сделали большое количество проектов, и все это нам удалось сделать просто по одной причине, потому что мы применяли визуальное мышление, и маркер помогал открывать те двери, которые были закрыты, и находить решение. Сегодняшняя тема – как находить решение в период быстрых изменений. Вы знаете, ни для кого не секрет, что мы живем в мире, который перегружен информацией, и в котором самая главная ценность – это внимание, то есть привлечь внимание человека, да, привлечь внимание, услышать этого человека, понять, да, и знать, куда ты двигаешься дальше. Но самый важный человек в этом мире, которого нужно уметь слышать, это лично вы, да. Кто с этим согласен, напишите «да». Да, ребята, и вот мы в 9 ровно начинаем наш эфир. Пока вы добавляетесь, скажу, что сегодняшний эфир будет полезен как владельцам компании, управляющим, предпринимателям, потому что он поможет вам при помощи маркера находить новые решения. Мы сегодня с вами порисуем новые визуальные метафоры. Они будут очень простыми. Для этого не нужно иметь навык профессионального художника. Все, кто были у меня на занятиях, знают, что я верю, что каждый из вас талантлив. Но вот визуализация, вот visual thinking, визуальное мышление – это не арт. Да, вам не нужно будет тут писать картину маслом. Это просто ваш инструмент для развития ваших проектов, идей и масштабирования, масштабирования, конечно же, вашего потенциала, вашего таланта и вашего предназначения. Доброе утро! Вижу ваше приветствие. Пишем, пишем приветствие, да, видите, как остальные участники. Да, Наталья, доброе утро! Пишем ваше приветствие. Пишем город, из которого вы смотрите. Да, и, конечно же, вашу нишу, чем вы занимаетесь. Красавчики и красавицы будут вообще те, кто еще напишет, что вам интересно узнать. Какие проекты вы ведете, в чем вам нужна помощь. И я со своей командой Artscribe University открыт их новым проектам. Мы всегда помогаем, бесплатно консультируем о том, как применять визуальное мышление для развития вашего бизнеса, сферы обучения ваших проектов. Так что, кто хочет на консультацию, пишите консультацию, и мы будем рады вам помочь. А прямо сейчас пишем город, пишем вашу нишу, да, и то, что вам будет интересно узнать. А я пошел за флипчартом. Флипчарт нам поможет в сегодняшнем уроке. Установим его сейчас прямо напротив нас. Да, о, сейчас один момент еще, который хотел вам показать. Напишите, хорошо ли видно. Да, вот выглядит процесс, процесс визуального мышления всегда одинаково. Вы просили меня рассказать, что у меня там нарисовано в нижнем ряду, потому что не всегда камера опущена так вниз. Смотрите, ребят, это work process, то есть рабочий процесс. Что происходит? Огромное количество информации есть в компаниях, в бизнесах, да, те, кто, которые нужно переварить, чтобы ее просто показать. Вот, и это количество информации попадает к нам или в презентационное агентство, или в отскрайпе, университете, все зависит от проектов, да. И люди применяют огромное количество бумажных носителей, цифровых носителей, и запихивают в один проект столько информации, что в нем самому трудно разобраться, и не то, что другим людям. Некоторые применяют PDF-слайды, да, но их настолько тоже большое количество, что трудно осознать тут ценность идеи. Чтобы такого с вами не происходило, применяйте визуальное мышление, и как мы это делаем в Университете, раскладываем все идеи на стикерах, например, да, или на виртуальных досках, да, и потом, исходя из этого, мы создаем простую визуальную карту из точки А в точку Б, как можно легко попасть, да. Итак, пишем, пишем свои приветствия, в каком вы городе находитесь. Эка, привет, ты в Лондоне, или где сейчас находишься, напиши, пожалуйста, да, вашу нишу, чем занимаетесь, да, и что полезно было бы узнать. И сравните, огромное количество информации на входе, и простая визуальная карта на выходе. Вот это один из самых важных методов управленцев, которые лидируют сейчас в мире. Очень просто, легко разобраться с своей идеей, если выложить ее из своей головы. А в этом нам поможет маркер и флипчарт, на котором я пошел уже второй раз, да. Вот он, флипчарт, сейчас установим его, чтобы вам было хорошо видно. Напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, видно ли флипчарт. Вот возьмем тут вот QR-код у нас где расположен, да, чтобы вам было всем видно хорошо. Это QR-код, кстати, перехода на мой инстаграм. Да, можете проверить, насколько он хорошо работает. Прямо сейчас готовим маркер и бумагу, и те, кто готовы, пишем, пишем слово готов, да. А те, кто вообще хотят, чтобы спасти мир от перегруза информации, чтобы ваш бизнес вырос, и вас лучше понимали, просто поделитесь прямо сейчас этим эфиром. Так, жду от вас подтверждений, что вы готовы, и будем вместе визуализировать планы и идеи. Так, пока вы пишете слово готов, я напомню то, что мы делаем арт-объекты на топ-ивентах, да, создаем их. И данные арт-объекты помогают вовлечению аудитории и сохранить информацию. Так, самые главные инсайты, да, помогают сохранить, периодически читают, что вы пишете. Так, двигаемся дальше. Пишите, что видно хорошо. Молодцы, да, также один из основных проектов. Да, если вот эта часть пока на стопе, что большие ивенты не проходят, только проходят в онлайне, поэтому Digital Scribing используем, да, то остается, что сейчас очень постребованным, это упаковка миссии и ценности, когда на одном полотне все самые вдохновляющие моменты, которые двигают команда и компания вперед. Вот один из проектов Saga Development. Кому интересно, напишите в комментариях, пришлем фотки в личку, да. Если в прошлый раз кому-то не дошли фотки, не стесняйтесь, пишите мне лично или пишите прямо в комментариях, все вам отправим. Вот наши замечательные студенты, которые учатся в Scribe университете, видите, уже на практике рисуют на больших ивентах, создают вау-арт-объекты. Также мы упаковываем онлайн-бизнес под ключ для того, чтобы можно, можно было непосредственно продавать легче и проще ваши идеи, то есть, чтобы они были максимально понятны. Да, и продолжаем вместе с вами. Сейчас уже перейдем непосредственно к визуализации, потому что руки уже просятся. Да, напишите, кто готов, уже взял маркер в руки, рисуйте вместе со мной все время, да. Начнем мы с того, что... Часто мне спрашивают, вот, Игорь, как же мне рисовать? Вот всего лишь, напомню, всего лишь 6 символов. Знаю, что каждый раз вам об этом рассказывают, но к нам присоединяются новые люди. Поэтому треугольник, круг, квадрат, точка, линия, прямая, либо волнистая, да, и звезда, это то, что поможет вам нарисовать практически все, что угодно. Для того, чтобы разобраться с хаосом, для того, чтобы принять решение, для того, чтобы донести до своей аудитории, для того, чтобы донести для своей аудитории точную и понятную мысль, достаточно уметь нарисовать вот такие вот вещи, и вы уже нарисуете порядка 95% всего того, что хотите сказать. А мы с вами приступаем к практике, как же это все реализовывается. Но напомню, что в первую очередь важно сделать разминочку. Как мы делаем разминочку? Берем, открываем маркер, смотрим на этот маркер, переводим в него все свои мысли, и рисуем каракули вот такой вот расслабленной своей рукой, рисуем все, что угодно, да. О, можно взять отсюда пару символов, квадрат, тоже треугольник. Вот может быть абсолютный хаос, да, вот тут у вас нарисован, да, все, что угодно. Вот можете потом позакрашивать некоторые элементы. Тут это суть в том, что чем, кто, как выигрывает чемпионы? Они хорошо тренируются. А что нужно для хорошей тренировки? Все верно, правильная, хорошая разминочка. Так вот такие вот каракули помогают. Уменьшить количество стресса, так как доказано, когда вы рисуете 15 минут в день, вы уменьшаете количество стресса, ваш кортизол понижается, и стресс уходит на второй план. При этом эндорфин и дофамин возрастают. То есть классное настроение, вот уже чуть-чуть порисовали, настроение уже лучшее, рисуйте со мной. Да, и мы сейчас с вами приведем такую метафору. Вот обычно у нас в голове варится огромное количество мыслей, идей, мыслемешалка. Работает она то в прошлом, то в будущем, да, для того, чтобы развивать свой бизнес, свое дело, свои проекты. И помните, что самый главный проект нашей жизни – это вы сами. То есть вы сами и есть тот главный проект своей жизни, да. И если у нас вот видение нашей жизни выглядит вот так, то мы двигаемся хаотично, да, и проходим большое количество уроков и препятствий, да. Некоторые из которых мы не видим. Чем же помогает визуализация? Распутать этот клубочек, да, и понять, как попасть из точки А в точку Б, да. То есть это может быть ваш уникальный такой вот путь, который помогает вам пройти, пройти вот это вот путешествие, да. И, конечно же, на этом пути будет встречаться то, что вам помогает, то, что двигает вперед, да, или там то, что тормозит, наоборот, да. Но вот нарисовав такую карту, которую мы применяем на визуальных стратегических сессиях, то есть итогом, итогом визуально-стратегической сессии является то, что команда, компания, либо личный человек, который приходит на сессию, он рисует свой план развития. И он из хаоса превращается в четкую визуальную карту, да. А в этом ему помогает, помогает такая персонализация, то есть те образы, которые мы вместе с вами будем рисовать, они помогут вам создать заготовки для визуальной стратегической сессии, для планирования, разобраться со своими проектами, принять решение, какую часть бизнеса вы продолжаете, что закрываете, куда двигаетесь, да, в связи с тем, что все очень быстро меняется. Да, ребят, поставьте от 1 до 10, насколько полезен тот контент, который я вам говорю, да, 1 вообще не то, не по теме, 10 о интересном, я хотел бы узнать больше, да. Поставьте, пожалуйста, в комментариях, чтобы я понимал, что мы с вами на связи. Да, и как сейчас руководитель общается со своими коллегами, партнерами, да, у него уже есть своя картинка из точки А в точку Б, теперь остается ее донести до других людей. Да, и руководитель нового уровня, это визуальный руководитель, давайте его тут нарисуем, в руках у него будет маркер, да, вот такой вот маркер. И он использует флипчарт, просто бумагу А4 формата, да, или, например, он использует даже салфетку в баре для того, чтобы донести идею. О, вижу ваши десяточки, обожаю вас, вы лучшие, спасибо большое, да, за то, что контент вам нравится и заходит. И вот когда есть такая карта в голове у руководителя, да, знаете, есть очень талантливые люди, они могут все разложить у себя из хаоса в голове, да, но вопрос в том, в том, ребят, в том, что когда вы хотите донести свою идею, не всегда она понятна, когда вы ее объясняете при помощи только слов, потому что у каждого своя картинка. А для того, чтобы картинка у всех была одинаковая и все в этом путешествии из точки А пришли в точку Б, необходимо просто это визуализировать. А как это сделать? Вы вместе со мной можете попробовать на этом занятии и, конечно же, порисовать. Вот такой вот новый руководитель, визуальный мыслитель, visual thinking, да, визуальный мыслитель, мыслитель, руководитель нового времени. При этом, что вам нужно минимум бюджета для того, чтобы принять решение. Вам необходимо ваше желание, время, маркер и движение вперед вам обеспечено. Итак, мы вместе с вами переходим к созданию визуальных метафор. Сейчас будьте активны. Вот в этот момент мы начинаем как раз вместе с вами создавать визуальные метафоры, которые помогут вам находить решение, коммуницировать с вашей командой, преподавать, обучать других людей и находить решение лично для себя. Но для этого необходим фокус на важных вещах. Так, давайте запишем фокус на важных вещах. Фокус на важных вещах. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете это можно нарисовать. Фокус на важных. Так, первая метафора, которую мы будем с вами рисовать, это фокус на важных вещах. Да. В первую очередь нам нужно понимать, когда мы что-то строим, визуализируем, нужно упрощать. О, если есть на чем-то фокус, значит есть от чего-то расфокус. Что такое расфокус? Это разновекторная направленная информация, правда? И нам нужно это, значит, будет отразить. А что же лучше всего фокусирует? Как же нам показать фокус? О, мишень, мишень, отлично, да. А вот если человек ищет, на чем сфокусироваться, да, как это лучше всего отобразить? Вот есть у нас персонаж. Вот видите, как мы его просто рисуем, да. И вокруг него много информации. В одну сторону, в другую, в третью. Вот прямо она настолько разнообразная, да, и фокус его внимания отвлекается. Знаете, когда ты начал заниматься чем-то конкретным, да, и тут приходит сообщение, да. Или тут вы вспоминаете, что вы захотели срочно чай, или еще чего-то, да. Или тут вы берете, видите, со стороны, видите, интересная книга, или еще что-то. О, такой происходит расфокус, да. Но очень важно, знаете, результативный тот человек, эффективный тот человек, который не занят целый день, целый день. Потому что можно занятым быть просто постоянно. А тот, кто фокусируется на важных вещах. И сфокусироваться, такую метафору мне нравится, как фокусировался и выискивал самое важное. Самое важное. О, восклицательный знак. О, молодец, мило, да. Восклицательный знак, да, вот если мы берем, что у нас есть восклицательный знак. О, это важное, мы его определили. Вот он есть. И что нам нужно сделать, чтобы его увидеть ближе? Давайте вспомним метафору Шелла Холмса, что он использовал для того, чтобы находить решение. Вот так вот и современные руководители, визуализаторы, они для того, чтобы найти решение, могут подсвечивать его при помощи маркера, да. А мы подсветим этот фокус на важных решениях при помощи лупы, да. Вот она такая у нас лупа получилась. Да, и вот первая визуальная метафора готова. О, лупа, фонарик, молодец. Елена Лайт у нас профессионал, эксперт от ArtScribe University. Одна из первых, которая прошла модули обучения и начала применять на практике. Всем известен кейс. Сейчас немножко добавлю вам про то, как я... Первая моя работа в 2014 году началась с того, что сделал кейс, когда 5 слайдов за 10 минут заработали нашему клиенту 20 тысяч евро. Так вы знаете, мои ученики, я их обожаю, они меня превосходят. Когда к Елене обратились по поводу создания презентации, она, знаете, сколько... Как вы думаете, за сколько слайдов она сделала ее? Напишите в комментариях, я вам сейчас начну рисовать следующую метафору и дорасскажу эту историю. Сколько слайдов были у Елены Лайт для того, чтобы клиент остался доволен. Так, пока вы пишете, хочу вам сказать очень важный момент в том, что у каждого из вас есть своя точка зрения. И вот когда вы используете маркер, ее легче всего донести, потому что иногда ты думаешь, уместно, неуместно. А так ты нарисовал на листке, показал, уже двигаешься дальше. И я хотел бы с вами сейчас нарисовать метафору. Добавляйте свою точку зрения. Добавляйте свою точку зрения. Да, и как же это нарисовать? Так, а что мы пишем? О, один, два. Вот, Юлия точно отгадала, пока вы записываете новую метафору, добавляете свою точку зрения и пишете свои гипотезы. Как же это лучше всего отразить в комментариях? Я скажу, что вот Юлия совершенно точно отгадала. Мои студенты, вот и конкретно Елена Лайт, когда делала презентацию, она использовала всего лишь два слайда. Два слайда, представляете, для того, чтобы донести идею. Да, и, конечно, она взяла фишку из визуального стори-теллинга. Это второй модуль в Раскрайб-кампусе. Она применила такие, создала стикеры, такую визуальную историю. То есть, это были слайды, на которые можно было клеить такие самоклеящиеся стикеры, интерактив создавать с аудиторией для того, чтобы сделка состоялась. Так, значит, о, вы пишете свои идеи. Гладь, да, добавляйте свою точку зрения. Хорошо. Знаете, вот точка зрения метафорична, знаете, и вообще обсуждение происходит чаще всего за столом, поэтому предлагаю вам нарисовать тут схематично такой вот столик. Вот как будто он тут находится, вот есть тут стол, и вокруг него два человека. И у каждого из этих людей есть точка зрения своя, да, которая высказывается в виде бабла. Да, давайте нарисуем два бабла. Раз, два. Вот нарисовали. Тут рядом, конечно, с каждым из них будет голова этого участника, да. И что очень важно нарисовать. И когда мы применяем, помните, мы рисовали профессии на одном из уроков. И там был официант, да, который доносит свою точку зрения. Вот добавляйте, доносите свою точку зрения. И вот как раз вот это вот движение нам необходимо будет расположить вот этот вот бабл, который есть. Вот рука одна тут, и вот вторая рука тут. Вот. Вот эта вот рука, которая доносит точку зрения, уже, уже и отражает эту визуальную метафору. Скажите просто, да, кому понравилась эта простота, напишите слово класс или просто, чтобы я понимал, что вам заходит этот контент, что вам нравится. И вот тут, например, кто-то там, подображаем треугольничком несколько, вот этот доносит таким образом, тут несколько кружочков. Вот, вот, пожалуйста, каждый добавляет свою, доносит свою точку зрения. Так, молодцы. Давайте добавим чуть цвет, пока вы, пока вы вместе со мной рисуете. Так, вот таким образом можно выделять метафоры. Смотрите, все очень просто. Давайте подчеркнем еще эту луку замечательную, которая помогла нам выделить этот восклицательный знак на важных вещах. И свою точку зрения тоже самое делаем. Раз, два. Такие вот короткие, простые движения. Главное, не добавляйте много цветов, потому что это тоже привносит такой определенный хаос. А когда у вас есть своя стилистика, вы выбрали цвет. Кстати, отвечаю на вопрос, как выбрать цвет. Выбираете цвет, либо свой любимый, да, либо, если у вас есть компания, если у вас есть свои проекты или есть брендбук, выбираете цвет, цветы, обозначающие, конечно же, вашу компанию. Привет, Игорь. Крутая метафора про точку зрения. О, спасибо, Александрина. Я рад, что понравилось. Сейчас перейдем к другим метафорам. Говорите и слушайте сердцем, да. Вот часто мы там начинаем слушать человека и выпадаем из этого процесса. А необходимо быть в этом процессе. Для того, чтобы услышать человека, все-таки важно раскрывать сердце. Давайте запишем. Говорите и слушайте сердцем. А вы пишите, как бы это можно было нарисовать. Говорите и слушайте. Что там точно должно быть на изображении? Пишите в комментариях. Когда мы слушаем не только умом, а когда мы слушаем сердцем, то мы воспринимаем информацию полностью, да. Вот мы не отвлекаемся на свои мысли, да. И главное в этот момент, если вы хотите, чтобы у вас были классные отношения, и вы общаетесь с человеком, да. Не важно, это ваша половинка. То есть ваша половинка, конечно же, нужна. Я имел в виду, не важно, это ваша половинка, или это клиент, или это партнер. Слушайте внимательно. Будьте с ним на 100%. А если вы хотите вообще выдающихся результатов, прямо скажите ему об этом. Вот сейчас ты для меня самый важный человек в мире, да. Вот на 100%. Я весь, весь только для тебя, только, все только для тебя, да. И, конечно же, когда вы... О, да, я вижу, что вы пишете сердце, да, рот, ухо, да, молодцы, да. Говорите и слушайте сердцем. То есть нам нужен персонаж, да. Вот, опять же, персонажей легко рисовать. Раз, два, все, готово. И вот слушание сердцем. Вот мы обозначаем, сердце нарисовали, да. И теперь нам нужно говорение. Говорение, как мы показываем, да, помните, баблс, баблс. Мы рисовали эти баблс на предыдущих занятиях. Они нам помогали создавать другие метафоры. Да, давайте посмотрим, где тут у нас они были, да. Вот, вот есть баблс, вот есть баблс, вот есть баблс на предыдущих уроках, да. Кто не смотрел предыдущие уроки, спишите. Хочу уроки, и мы пришлем вам ссылки на все остальные уроки, чтобы вы смогли ими более позаниматься подробно, да. Или приходите на консультацию в WorldScribe University, бесплатная, от наших экспертов. Они помогут вам сразу же, прямо на личной встрече, узнать, как применять визуальное мышление для роста вашего бизнеса, сферы обучения, проектов. Просто мега крутые штуки. Так, смотрим. Говорите и слушайте сердцем, что нам осталось нарисовать какой-то вариант баблс. Но очень хотелось бы, чтобы оно закручивалось, создавало такую метафору, знаете, такого, как ушной раковины. Вот, и поэтому я вот нарисовал его таким образом, да. Но так как мы слушаем, говорим и слушаем, да, и умом, и сердцем, то вот отразим еще одну, еще один бабл. Вот, раз, два. Вот. Видите, у нас такая метафора ушной раковины, сердце есть, да. Говорите и слушайте сердцем. Все, вы уже готовы. Например, вы. Как же находить решение? Как же находить решение? Очень просто. Вам необходимо всю информацию из головы выложить наружу и посмотреть на нее, да. Систематизировать и нарисовать карту из точки А в точку Б. И когда вы работаете со своей командой, да, донесите им ценность информации того, чтобы они слушали вас и каждого из вас сердцем. И тогда, тогда ваша сессия, встречи, переговоры пройдут на тот уровень, и это поможет вам принять решение в мире быстрых изменений. Вот такие простые визуальные метафоры как раз в этом здорово помогают. Так, хорошо. Так, ребят, мы вместе с вами очень-очень интенсивно продолжаем. Сегодня классный день, еще много всем важно, чего успеть. Да, и мы заряжаемся дальше с UpCripe University. Слушайте до полного понимания. Вот что это такое слушайте до полного понимания? Расскажите мне, пожалуйста, что это обозначает лично для тебя. Так, слушайте до полного понимания. Пишем к ним комментарии, что такое слушать до полного понимания. Помните, я говорил вам про стопроцентную включенность, то есть быть и здесь, и сейчас. Во-первых, это делает тебя лично счастливым, да, и, конечно же, это делает твоего клиента, партнера, инвестора или того человека, с которым ты общаешься. Это твое присутствие здесь и сейчас, да, до полного понимания. Потому что человек, каждый, каждый человек говорит вроде бы понятным, простым языком, но у него одна картинка в голове, а у вас другая. Поэтому, поэтому в этом моменте очень важно, важно фокусироваться на человеке, тот, который с вами общается. О, так, инсайт или озарение появляется, распутанный клубок или хаос на пункты или по полочкам. О, интересные, интересные вообще идеи, класс, класс. Хочу, хочу, чтобы вот эти идеи, которые вы записываете, вы на них придумывали еще такие вот свои метафоры, да, которые помогают вам. И если мы рисуем, там, слушайте до полного понимания, что нам необходимо, хотя бы минимум два человека, которые один рассказывает, да, вот он есть тут, с этой стороны, он доносит информацию до другого человека, вот, рассказывает, да. Другое полное понимание, что приходит в понимание, когда фокусируемся на важном, на важном. А что для вас важно, это фокусироваться на вашем клиенте, партнере, да, тот, о ком вы говорите. Фокус мы уже с вами научились рисовать, поэтому мы нарисуем тут вот такую вот луку, луку. Будем использовать то, что вы уже умеете. Вот кайф визуализации в стилистике Бекабу, который помогает переводить, там, Питер Панин, студент из Адскрайп Университи, который, кстати, хотел вам показать, вы спрашивали про книжки, да. Вот одна из книжек, которую я рекомендую увидеть решение, да, вот, которая вдохновила меня на сегодняшний урок. Дэйв Сиббит, да, Дэйв Сиббит написал, и просто это великолепная книга. Вот, например, тут пишется, зачем визуализировать наши метафоры и модели. Как лидер вы должны поощрять людей, говорить о метафорах, аналогиях и ментальных моделях, на которые они опираются при принятии решений. Этот процесс должен быть абсолютно осознанным и прозрачным. Визуальные совещания превращают исследования метафоры и моделей в увлекательные занятия. Если участники встречи могут свободно обсуждать, какая графика должна стать ключевым элементом коммуникации, значит, они также свободно могут ставить под сомнение центральные идеи, метафоры или модели друг друга, не критикуют человека, который их использует. И вообще, просто великолепная книга, рекомендую вам. Да, и вот про Питера Панина, тот, который помогает мне делать переводы все с английского языка для ArtScribe University. Вот он был как раз на встрече, европейской встрече визуализаторов, и Дэйв Сиббит, именно первый, с кем познакомился, это был Питер Панина, представитель ArtScribe University. Так что, Украина и на слете визуализаторов засветила, спасибо ему большое. А мы возвращаемся к нашей очередной визуальной метафоре. Слушайте до полного понимания. Слушайте до полного понимания. Значит, нам нужно необходимо отразить еще бабл, как вы мне правильно писали, о том, что говорит участник. Вот раз, есть бабл, да, а вот эту часть бабла, мы тут уже, как будто тут есть какой-то текст, который мы приближаем к себе, чтобы разобраться с ним. Видите, мы используем лупу для того, чтобы лучше разобраться с контекстом того, что нам говорит человек. Вот такая вот простая классная визуальная метафора. Спасибо, что вы активны, что вы участвуете. Спасибо огромное тем, кто делится эфирами и поддерживает развитие ArtScribe University, так как это помогает спасти мир от перегруза информации и избавиться от страха, что вы не будете поняты. Четыре метафоры, и, как всегда, блиц-опрос, давайте очень быстро. Первое, выберите ту метафору, одну, максимум две, которая вам больше всего понравилась. Фокус на важных вещах, это метафора один. Добавляйте свою точку зрения, это метафора номер два. Говорите и слушайте сердцем, это метафора номер три. И четвертое, слушайте до полного понимания. Выберите ту, которая больше всего вам понравилась, и поставьте, пожалуйста, этот значочек в комментариях. Давайте все прямо сейчас вместе со мной, и мы сразу же перейдем к новому листу. И вас там ждут очень вкусные метафоры, которые помогут вам избавиться от хаоса, и принимать решения в мире, которые быстро-быстро меняются. Итак, зашла метафора четыре, два, четыре. Слушайте до полного понимания, я смотрю, залетело хорошо. Да, четыре. О, класс, класс, спасибо. Слушайте, то есть, слушайте до полного понимания. Один, два, Наталья Чуприна. Так, два, все 1234, написала Елена Лайт, спасибо, да, хорошо. Мы вместе с вами переходим, и вас ждут еще три сочные метафоры. Вот для того, чтобы вы находили классные, крутые, управленческие решения для развития как личностных проектов, так и в бизнесе, да, вам необходимо понимать одну вещь, что вот все мнения важны. Вот принимая эту вещь, мы сейчас нарисуем с вами одну такую большую плакатную метафору, которая вам поможет, может ее повешать даже у себя в офисе перед глазами. Она круто работает. Все мнения важны. Вот когда только что вам показывал книгу Дэйв Силитта и читал оттуда наугад, помните, о чем он говорил, да, что вот визуализация как раз дает возможность увидеть точку зрения других людей, осознать ее, обсудить, да, и при этом не банить, не критиковать, что это унылое говно или еще что-то не залетает или не подходит, да, а мы вот относимся с уважением, потому что когда мы относимся с уважением, что все мнения важны, вот наша, например, креативная команда Artscribe University, и сейчас там уже подрастает 4 новых арт-директора, скоро с вами буду, вас буду с ними знакомить, вот когда они собираются, с уважением относятся друг к другу, потому что понимают, даже если залетела идея, она абсолютно какая-то кажется трешевая, crazy ideas, да, но когда мы с уважением к ней относимся, то мы от этой идеи можем сделать такую ступенечку наверх и вырасти, вырасти, потому что сейчас в период быстрых изменений необходимо находить решения креативные, потому что креатив это та вещь, которая экономит ваш бюджет, ресурсы, средства, да, и помогает, помогает выделиться в плотном информационном потоке. Итак, все мнения важны, как нарисовать эту метафору, раз есть мнения, да, пишите свои гипотезы, пожалуйста, сегодня очень активная, крутая аудитория, обожаю вас, молодцы, да, урок мы проводим, спрашивают, для кого этот урок, в первую очередь это урок, мы проводим открытые уроки для студентов в Artscribe University, для тех людей, которые интересуются визуальными методами управления бизнесом, и, конечно, для всех людей, которые хотят, хотят в период хаоса и быстрых изменений находить свои правильные управленческие решения лично для себя и для своих людей, проектов и, конечно же, бизнесов. Итак, все мнения важны, если есть мнения, значит, есть люди, опять начинаем с того, что рисуем людей, раз, два, три, вот, и люди совершенно разные, мы можем их сделать такими, как персонажами, вот, например, чтобы они были отличительными, вот так вот нарисуем вот таких вот персонажей, и все, у нас готовы разные персонажи, люди разные, в этом кайф как раз, да, и если люди разные, то у них и мнения разные, значит, то есть вектор их мнения может быть в одну сторону, вверх, влево, вправо, да, но когда мы понимаем, что вот эти мнения важны, нам нужно их как-то отметить, а как же лучше всего отметить, то есть, когда мы принимаем что-то, это как награда для человека, когда его мнение принято или услышано, представляете, какой кайф слушать на 100% человека, поэтому давайте нарисуем несколько таких вот наград, покажу вам, как их просто рисовать, вот, они будут рядом с каждой стрелкой, вот награды рисуем очень легко, нарисовали кружочек, потом вокруг него вот такие вот рюшечки, и вот тут такая получается у нас медалька, да, вы видите, одна, тут опять же, вот, нарисовали, еще одна награда, то есть вы принимаете во внимание, во внимание мнение каждого человека, вот, внимание, и прислушивайтесь к его мнению, потому что иногда самая сумасшедшая идея создает прорывные решения, вот, готово, практически все нарисовали, а теперь нам нужно добавить что, чтобы было видно, что эти люди разговаривают, что мы добавляем, простой элемент, все знаете, все умеете, просто хотел бы увидеть, что вы со мной в контексте, что вы занимаетесь, да, и, конечно же, конечно же, что вы вовлечены, так что пишите мне, пожалуйста, что необходимо добавить, для того, чтобы было видно, что это высказывание. Вернусь к предыдущему слайду, чтобы вы могли вспомнить об этом. Да, вот, нарисовали в трех из четырех баблы. Баблы всегда помогают нам нарисовать какой-то разговор. Так, вот, первый бабл, второй и третий. Молодцы, молодцы, что комментируете, активны. О, супер, молодец, молодец. Да, Кристина совершенно права. Да, у нас новый студент в Аскрайпе Университете. Кристина учится на модуле бизнеса, на модуле про. Так что, задавайте ей вопросы, она с вами с удовольствием поделится, чем полезно визуальное мышление в ее жизни. И как в ее жизни все поменялось после прохождения визуальной стратегической сессии. Все мнения важны. Вот такую мы с вами набомбили визуальную метафору. У нас остается еще две. Да, если вы готовы, пишите слово готовы. И мы с вами продолжим, продолжим рисовать. Это будут более такие насыщенные метафоры. Поэтому приготовьтесь их нарисовать. Следующая метафора. Уважайте и исследуйте различия. Это все в продолжении того, чтобы как находить правильное решение, да, управленческие, период быстрых изменений. Важно исследовать различия. Уважайте, пишем. И пишите свои комментарии, как это можно показать. И исследуйте. Как можно показать уважайте, например. И различия. Уважайте и исследуйте различия. Окей. Да, о, молодцы. Молодцы. Продолжаем комментировать. Да, если даже будете смотреть потом в записи, то комментируйте сразу же, да. И точно так же делитесь со своими друзьями. Все нормально. У каждого свое время для того, чтобы изучать визуальное мышление, которое помогает раскрыть свой талант, потенциал и увеличить прибыльность ваших проектов. Итак, исследуйте и уважайте различия. Давайте начнем с различий. Различия мы отражали чуть выше, и поэтому мы обозначим различия вот таким вот образом. Вот есть различия. Раз, два. И у каждого из них есть свое. Да, ну нет, мы сейчас что сделаем? Мы с вами возьмем и отведем один, второй вариант. И что мы сделаем? Помните, мы уже использовали этот прием. Впервые мы когда рисовали официанта, да, а вот сегодня на уроке мы когда уже хотели... Где я тут прорисовывал это, да? А, вот когда хотели доставить свою точку зрения, вот этот элемент, когда держим на руке, мы уже использовали, тут точно так же мы его применим. Вы видите, у вас такая тренажерка получается. Вы прокачиваете свои навыки, то есть в одном месте вы их нарисовали, и вы уже в других их применяете, и главное, что вы сможете через некоторое время создавать свои метафоры. Просто попробуйте, это очень круто. Именно для этого я вас и прошу, чтобы вы писали свои мнения, как это можно нарисовать. Вы потом берете и рисуете свое. Вот видите, одна рука, вторая, и вот, все, мы нарисовали. Но чего-то не хватает. Уважайте и исследуйте различия. О, а где же тут уважение? Вот каждый со своим, как же показать уважение? Те люди, которых мы уважаем, мы обычно к ним подходим, и знаете, даже этот жест уважения или сделки, это когда жмут руку друг друга. О, пожали руки, значит все хорошо, договорились. Поэтому очень такой простой элемент. Вы берете и рисуете одну руку и вторую. Вот вы добавили уже уважение, да? Вот такие вы молодцы. Супер визуализаторы. Рисуйте вместе со мной. После окончания эфира делайте фотки, выкладывайте свои работы. Ко мне на страницу часто заходят люди, которые хотят обучиться визуализации, либо которые хотят сделать заказ, чтобы я им помог разобраться с визуализацией. Демонстрирую свои плакаты в эфирах, в прямых эфирах под моим видео. Вы даете возможность другим людям познакомиться с вашим творчеством и привлечь вас в проекты свои. Ну и, конечно же, мы с удовольствием от нашей команды дают фидбэк по вашим визуализациям. Итак, уважайте и исследуйте различия. Мы с вами нарисовали, все мнения важны. И ключевой момент, ключевой момент при проведении исследования, когда руководитель ищет решение в период быстрых изменений, это выложить все, все выложить, да. И фокусироваться. На чем нужно фокусироваться? Фокусироваться не на том, что вот тут вот уже завались этих проблем, этой рутины, да, всего остального, что происходит, да. А фокусироваться нужно на том, вот есть цель, вот на будущем, как туда попасть, вот на этой цели, да. Как туда двигаться. Фокус на будущем, а не на текущих проблемах. Вот нужно вот видеть, когда мы видим вперед, мы перестаем вот тут вот вязнуть в этой рутине, и мы начинаем распрямляем крылья и двигаемся вперед. Давайте так и запишем. Фокус, фокус на будущем. Как это нарисовать? Пишите в комментариях. Фокус на будущем. А не на проблеме. Напишите, напишите мне, как лучше всего нарисовать фокус в будущее, да, и проблему, да. Будьте активны. Просто обожаю, когда вы активны. Это супер. Перешлите ссылочку на уроки и консультации. Благодарю. Да, обязательно отправим. Да, есть у нас Ксения. Это эксперт у нас, который заботится о наших клиентах и команде. Да, о. Так, а мы вместе с вами продолжаем. Фокус на будущем, а не на проблеме, да. О, а через что еще? Вот мы лупу применяли, а вот вы еще писали выше в комментариях, через что еще можно сфокусироваться и смотреть. Горы и маршрут, бинокль, отлично, отлично. Да, вообще идеально, да. И нам нужен персонаж, да, в любом случае нам нужен персонаж, рисуем его. да, и вот отлично то, что вы сказали про бинокль, перед этим писали еще подзорная труба и, да, и лупа. Давайте мы возьмем один из элементов, пускай он смотрит, вот он смотрит в бинокль, тогда нужно руку нарисовать, или если мы, например, не хотим рисовать руку, мы рисуем подзорную трубу, например, вот такую вот. Нарисовали подзорную трубу и у нее подножечка такая, оп, готово, да. О, фокус на будущем, он вперед смотрит, это будущее, да. Давайте нарисуем какую-то линию горизонта, хотя бы. Вот, вот тут есть плоскость, да, то есть прошлое, но с этой стороны будущее тут. Да, и давайте мы предменим в этот раз, у нас за окном идет дождь, и вот у меня так точно сейчас этот дождь идет наваливает, да. И вот проблемы, это то, что вот дождь, вот если я буду фокусироваться на том, что вот дождь, такое унылое состояние, ничего не хочется делать, то так и буду действовать, да. А если я думаю о том, что, о, в любом случае нас ждут на выходные солнечная погода, да, отличная поездка, пляж, природа, общение с интересными людьми, о, класс, у меня сразу же поднимается настроение, знаете, чувствую драйв, да, потому что, давайте метафора у нас сегодня будет про погоду, потому что, когда мы фокусируемся только на том, что, о, за окном дождь, и мне эта унылость вызывает, сонливость, или еще что-то, вот дождь, давайте, несколько еще тучек добавим, видите, этот дождь остается за спиной у данного персонажа, громы и молнии, проблемы остаются за спиной, он разворачивается, уже фокус, внимание у него на чем, на цели, да, как вы писали, вот оно, солнце встает, и он готов двигаться дальше, этот замечательный, нового формата, руководитель, тот, который при помощи маркера может находить решение, да, и быстрый, быстрый, блиц, опрос, да, тут три метафоры, напишите, пожалуйста, выберите одну, которая больше, больше всего вам понравилась, просто напишите циферку, или для тех, для самых, которые хотят получить лучший результат, напишите цифру, и почему, да, буквально несколькими словами, первая метафора, все мнения важны, номер один, вторая метафора, уважайте и исследуйте различия, номер два, так, ладно, здесь поставим, номер два, и номер три, фокус на будущем, а не на проблеме, номер три, вот такие вот визуальные метафоры, напишите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось, чтобы я ориентировался, в какую же сферу вам готовить контент на следующую среду, да, пишем, пишем все, да, и сейчас мы перейдем к нашему любимому блоку, я рад, что у нас есть постоянные зрители, и добавляются новые лица, да, в первую очередь хочу сказать, что еще идет июньский набор, набор WorldScribe University, там, где вы можете изучить визуальный язык, который поможет вам на одной странице делать презентацию вашего проекта, да, вы можете изучить визуальный стори-теллинг, который поможет вам упаковать информацию про ваш личный бренд, или про ваш проект при помощи картинок и интересных историй, доносить их до аудитории, да, либо модуль для бизнесменов и предпринимателей, как при помощи маркера продавать, создавать свои идеи, да, и, конечно же, управлять своим бизнесом и находить решение в период быстрых изменений, да, и, конечно, есть модуль PRO, это TOP, это практичный модуль, которому еще бонусом идет Digital Art, Start Digital, то есть, как уметь нарисовать свою идею не только маркером, но еще и на электронных девайсах, что сейчас является очень востребованным. Вижу, что зашла в ноги троечка, фокус на будущем, а не на проблеме. Спасибо, ребята, каждому из вас, и сейчас самый ваш любимый момент, я 4 минуты оставляю прямой эфир специально для вас, чтобы вы пообщались, познакомились, и самую главную работу сделать для себя и для других людей. То есть, сейчас обратная связь, рефлексия, пишем 3 пользы, которые вы получили, либо это 3 идеи, либо то, что вам больше всего понравилось, то, что вы хотите применять. Это рефлексия поможет вам, давайте пишем, поможет, в первую очередь, вам закрепить эти знания и превратить их из моих абсолютно вашими, то есть, этот метод. Крадите, как художник, применяйте эти знания, и двигайтесь в своих проектах. Пишем, пишем 4 минуты, я пока как раз прочитаю так, новые креативные решения, да, вдохновляет, мотивирует картинка. О, супер, супер, отлично, благодарю, Татьяна. Прямо сейчас перехожу к тому, что делаю музычку вам чуть-чуть погромче, и ровно 4 минуты для вашей обратной связи, для вашей обратной связи, это возможность почитать то, что делают, что нашли для себя другие, какие выводы, это всегда полезно, но в самом деле, самое важное, это закрепить себя, да, закрепить свои знания и навыки, то есть, ту инвестицию, которую вы сделали, вы вложили время, да, сколько у нас прошло времени, 44 минуты, как раз, пока мы рисовали, да, и сейчас вы эти 44 минуты превратите в свои, если поделитесь инсайтами, ну, и, конечно же, буду благодарен каждой из вас, кто поделится этим видео на своей странице, пускай визуализаторов в нашем мире становится все больше и больше. До новых встреч, друзья, пишите инсайты, осталось 3 минутки, увидимся в следующих эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok